Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габеша. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Лазаревском районе отремонтируют 80-ю школу за 20 миллионов рублей. Об этом стало известно во время приема граждан, который провел глава Сочи Анатолий Пахомов. А 13 миллионов власти Сочи выделили на борьбу с насекомыми-вредителями. В зоне риска снова пальмы. Также на специальном совещании стало известно, что на курорте определяют официальные места для выгула собак. В Сочи спасатели отработали действия при взрыве бытового газа. Пожарно-тактические учения прошли в Лазаревском районе. По сигналу тревоги на место прибыли больше 100 человек. Борьба не только с соперниками, но и с волнами. Сразу три всероссийские регаты стартовали сегодня в Сочи. На воду спустились более 100 яхтсменов. В Белореченске благоустроят парк Победы, а в поселке Партизанском Каневского района отремонтируют подъездную дорогу. С наболевшими вопросами сегодня кубанцы обратились к губернатору. Вениамин Кондратьев провел встречу с жителями по поручению президента страны. На прием граждан люди приехали из разных районов края. Так, Лариса Амирханян приехала из Белореченска. Жителей волнует, когда их любимое место отдыха изменит свой облик. На встрече с губернатором женщина узнала, парк Победы благоустроят за счет федеральной программы «Комфортная городская среда» уже к концу этого года. Прием граждан провел и Анатолий Пахомов. На встрече стало известно, что в Лазаревском районе Сочи отремонтируют 80-ю школу. Из бюджета города на эти цели выделят 20 миллионов рублей. Анатолий Пахомов и его заместители, а также начальники управления и департаментов администрации города в течение трех часов отвечали на вопросы жителей Лазаревского района Сочи. Вопросов было много. Более того, ответы на них не были найдены ранее в профильных инстанциях. Кто-то просил у администрации поддержки исковых требований в суде по земельным вопросам, а кто-то помощь в получении местной прописки. Глава города напомнил, что администрация города не имеет полномочий вмешиваться в работу правовых органов, а также судебных приставов и тем более воздействовать на миграционную службу. Но по вопросам, решения которых входят в компетенцию мэра, Анатолий Пахомов дал соответствующее поручение. В частности, глава города пообещал уже этим летом начать ремонт школы номер 80. На эти цели в бюджете будет заложено 20 миллионов рублей. Ранее актив школы уже обращался к главе города с просьбой о строительстве и спортивной площадке. Просьба была выполнена еще в 2016 году. Такие встречи мэра Сочи с жителями всех четырех районов города проходят регулярно и будут продолжены. Ведь именно так, точечно, удается решить проблемы большинства сочинцев. Ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов офицеров Вооруженных сил России и курсантов сегодня чествовали в Краснодаре. В зале Куманского казачьего войска прошел торжественный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. К тем, для кого слова мужества и честь дороже собственной жизни обратились губернатор Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко. С подробностями коллеги из Краснодара. Если прислушаться, в холле центрального концертного зала сегодня можно было услышать перезвон медалей. Почти у каждого, кто пришел сюда, на груди десяток наград. Здесь уже седые генералы и совсем молодые лейтенанты. Конечно, сам праздник послезавтра, но большинство собравшихся встретят его в таком же близком боевом кругу. Для семьи Авдеевых День Защитника Отечества еще и семейное торжество. Супруги познакомились в пограничных войсках, вместе там и прослужили всю жизнь. Прекрасно, когда муж и жена служат местом. Во-первых, общие интересы. Есть о чем поговорить дома. Есть общая тема для разговоров. И, по крайней мере, твоей командировки для нее что-то необычное не является. Она в одну командировку, я в другую прекрасно. Переводились. Обычно он переводился. Где-то в течение месяца искали мне место, и переводилась я. Сегодня с наступающим праздником всех военнослужащих поздравил губернатор Краснодарского края. Венин Кондратьев подчеркнул, ратный труд всегда почитался в нашей стране. День Защитника Отечества с раннего детства для нас особый праздник. Потому что он связывает воедино все поколения. Он связывает воедино и великое прошлое. Настоящее. Военное время. Мирное время. В День Защитника Отечества мы испытываем особую гордость за Советский Союз. За Россию, за нашу армию, за наш великий народ, который прошел тяжелейшие испытания, но всегда стоял за нашу Родину до конца. Вне Великой Отечественной наши деды, прадеды, не задумываясь, шли на фронт. Воевали в неравных условиях. Но у нас, у нашего народа, было самое главное и мощное оружие. Самая главная и мощная сила – это сила Духа. Была в них, в нас, я уверен, и в тех, кто будет после нас. Потому что слишком велика ответственность на нас, живущих и на них, за великую страну. Мы гордимся стойкостью воинов-интернационалистов. Мужество наших воинов, которые прошли с честью через горячие точки и победили и терроризм международный, и экстремизм. Сегодня молодые защитники Отечества воспитываются на лучших боевых традициях. Российскими воинами по праву восхищается весь мир. Их готовность к самопожертвованию и несгибаемый характер – пожалуй, самое мощное оружие. При этом общая черта всех героев – героями себя не считать. У Сергея Палагина за плечами две с половиной тысячи боевых вылетов в горячие точки за штурвалом вертолета. На груди – звезда Героя России. Это превратилось в повседневную, постоянную работу. Да, сопряженную с риском, сопряженную с потерями. Потому что у нас и погибали ребята, и избивали, и горели. Все было. Но это была нормальная мужская боевая работа. На торжественном приеме в прямом смысле защитники Родины всех времен. Здесь и ветераны Великой Отечественной войны, и те, кто сражался в Афганистане, и те, кто несет службу прямо сейчас. Конечно, отдельные слова благодарности нашим военным в Сирии. Они доказали, что российская армия – одна из сильнейших в мире. Образец воинской доблести. И в нынешнее время показывают наши вооруженные силы в Сирии. Давайте признаем честно. Они защищают не только Россию от терроризма. Они защищают от терроризма весь мир. В этом стратегическая задача, которую с честью выполняют наши вооруженные силы в Сирии. Вообще, дорогие друзья, если посмотреть на историю Великой России, на историю нашей с вами страны – это история Великих Побед. Великие Победы связаны с героизмом и мужеством народа. Это история. Великая история. А вот настоящее и великое будущее неразрывно уже связано с нами. В том числе и с каждым из вас, сидящим в этом зале. Какое оно будет? Согласно указу президента, орденом дружбы сегодня был награжден генерал-лейтенант, в прошлом командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чечне Константин Пуляковский. Из рук губернатора почетные грамоты и благодарности получили еще 18 человек. Все они, без сомнения, пример для подражания подрастающему поколению. У меня, во-первых, в семье воевал дедушка и отец. И я ими горжусь. И когда я стою даже на вечном огне, внутри меня это память, я отдаю честь им. Для меня это любовь к родине, к своей семье, к тем, кто здесь живет. То есть любовь к земле, в которой ты родился. Очень важно сейчас не забыть подвиги российских защитников Отечества. Как ни крути, от доблестной работы военных зависит наша мирная жизнь. Об этом тоже напомнил Вениамин Кондратьев. Мы всегда, каждый день в своей жизни должны отдавать дань тем, кто позволил нам этот праздник праздновать. Во времена Великой Отечественной был принцип жизни нашего народа. Все для фронта и все для победы. Вот сейчас, слава богу, фронта нет. И президент делает все, чтобы его не было. Наш президент Владимир Владимирович Путин. Но победа нужна. И победа может быть не только в ратном деле, но и в трудовом. Сегодня нужен прорыв и в экономике, и в науке, в образовании. В научно-техническом прогрессе. Прорыв нужен и краю, и стране. Поэтому этот лозунг «Все для победы» актуален и в наши дни. Основы мирного будущего зависят от каждого военного, будь то рядовой или офицер. Глава региона напутствовал их бережно хранить традиции российской армии, ведь их профессия – защищать родину. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. С Днем Защитника Отечества! Защитников Отечества сегодня поздравляли и в Сочи. Торжественное собрание прошло в киноконцертном зале «Жемчужина». В зале собрались ветеран Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, действующие офицеры и военнослужащие, а также будущие защитники Отечества, воспитанники военно-патриотических клубов, бойцы юно-армии. С предстоящим праздником собравшихся поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов. 23 февраля мы вспоминаем тех, кому обязаны мирным небом над головой, возможностью жить, возможностью любить, работать, расти детей и внуков. 23 февраля мы чествуем тех, кто сегодня стоит на страже интересов Родины. Глава Сочи вручил отличившимся знаки за трудовые успехи, а также признание и почет сочинцев. Их получили и те, кто выбрал для себя непростую военную профессию, и те, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи. Благодарственные письма получили и юные патриоты. Добавлю, что завтра в завокзальном районе пройдет торжественный митинг с возложением цветов и венков к мемориалу воинской славы. Начало в 11 часов. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 23 февраля в Сочи облачная температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем 10, 12 градусов выше нуля. Завтраки, обеды и ужины в кафе «Кось-Кось». Уютно как дома, вкусно как у бабушки. Лучшие блюда кубанской кухни. «Кось-Кось» напротив главпочтамта «Воровского-4». Чтобы были сытыми и здоровыми, в центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе «Кубанской кухни Кось-Кось». «Воровского-4». Вкусно, как дома. На борьбу с вредителями в Сочи выделили 13 миллионов рублей. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили на специальном совещании. В его работе приняли участие чиновники и депутаты, ученые, а также представители санаторно-курортного комплекса. Цель – рассказать о методах борьбы с опасными насекомыми и призвать вовремя начать эту важную для Сочи работу. Расскажет Ольга Десятого. Пальмовый мотылек, коричневый мраморный клуб, радужная златка, платановая кружевница, пальмовый долгоносик. Ученые в Сочи сегодня насчитывают более 70 видов вредителей зеленого убранства курорта. 14 из них особо опасные. В этом году в числе самых угрожающих – пальмовый мотылек. Пожалуй, так можно сказать про пальмового мотылека. Нам сейчас в этом году нужно сделать акцент на вредителях пальмов, чтобы сохранить зеленый убранство курора. Пальма – почкоплодник ворчуна, в основном в зоне лиска сейчас, и финики канарские. Симптомы заселения пальм в мотылеком – перфорированные листья. Этих насекомых не зря называют бурильщиками. Гусеницы проникают вглубь ствола, проделывая внутри целые галереи. Коварность мотыльков состоит в том, что повреждения практически незаметные до тех пор, пока дерево не погибнет. Впрочем, от вредителей в Сочи страдают не только пальмы. В зоне риска – самшитки, парис, плодовые деревья. Выпущен сборник вредителей. Он там дает полную информацию. Есть карта дорожная, как всегда модно говорить, когда кто из них просыпается, когда кто из них становится наиболее опасным. И какими средствами можно с ними бороться. На борьбу с опасными насекомыми в этом году в Сочи выделили в 4 раза больше средств, чем в прошлом – 13 миллионов рублей. Об этом рассказали на специальном совещании, участие в котором, помимо представителей власти, принимали ученые и собственники земель. Выделенные 13 миллионов направят на уничтожение насекомых на муниципальных территориях. Но в Сочи есть еще земли, которые находятся в федеральной, краевой и частной собственности. Администрация Сочи может заниматься только муниципальными территориями. Мы собираем сегодня крупных собственников и представителей санаторно-курортного комплекса. Для чего? Для того, чтобы они, в свою очередь, как собственники и правообладатели своих территорий, обеспечили такую же работу и заключили контракты непосредственно с организациями, осуществляющими обработку зеленых насаждений. То же самое касается и владельцев частных домов и садов. Обработку растений нужно начать уже в апреле, чтобы не потерять главное – богатство курорта. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. На этом же совещании стало известно, что в Сочи определят официальные места для выгула собак. Такое поручение было дано главам районных администраций. Предложения по территориям не только в городской черте, но и в сельских округах должны быть внесены в марте. К другим новостям. В Сочи спасатели отработали действия при взрыве бытового газа. Все службы города объединили усилия для отработки оперативных действий в случае ЧП. Комплексные пожарно-тактические учения прошли в спальном районе Лазаревки. По тактическому замыслу учений в одной из квартир жилой пятиэтажки произошел взрыв бытового газа с частичным обрушением конструкции дома и возгоранием. Ликвидацией последствий ЧП занимались службы ГО и ЧС. По сигналу тревоги на место прибыли больше ста человек. Спасатели, пожарные, аварийные бригады всех коммунальных служб. Они развернули оперативный штаб. Опасную территорию оцепили полицейские, казаки и сотрудники Росгвардии. Обрушившиеся по сценарию учений здания тут же обесточили. Отключили отводы и газоснабжения. Параллельно эвакуировали жителей пострадавшего подъезда. Из дома вывели около 50 человек. Тем, кто получил условные травмы, оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Для этого спасателям даже пришлось поднимать пожарный кран. К слову, то, что это были учения, можно было определить и по поведению условно пострадавших, которые, лежа на носилках, делали селфи. Ну а всего в тренировке задействовали 24 единицы техники. С задачей справились за 15 минут. Что-то получилось, что-то не очень получилось. Есть еще над чем работать, такие мероприятия в городе будут продолжены. В ближайшее время такие же учения мы проведем обязательно в Хостинском районе, в Центральном районе. И уже готовимся к особому противопожарному периоду, который у нас начнется примерно с 1 мая. Начнут гореть у нас леса в нацпарке. Будем проводить подобное учение, но уже по другой тематике. Сценарий учений спланирован по понятным причинам. Задача сочинских спасателей – не допустить трагедий, похожих на те, которые произошли в Магнитогорске и Ростовской области. Напомню, в Сочи регулярно проводятся не только тренировки по гражданской обороне и масштабные комплексные учения, но и проверки газового оборудования. На курорте организованы инспекционные проверки многоквартирных и частных домов. За два дня на Абхазской границе в Сочи изъято более 100 блоков контрабандных сигарет. На этот раз через границу не проехали «Жигули» с тайниками. Попытки незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии в Россию стали фиксироваться все чаще. Только за прошедшие выходные были выявлены два автомобиля с тайниками, в которых пытались провести 112 блоков, а если точнее – 22 250 сигарет. Обнаружены они были с помощью спецтехники. Тайник в нише, предназначенный для топливного бака, обнаружили и кинологи. Блоки были спрятаны также под колесными арками передних колес. В другом автомобиле, также ехавшем из Абхазии, под капотом и под обшивкой одной из дверей, было найдено 50 блоков сигарет. Водители заявили, что знали о правилах перемещения табачной продукции через границу, поэтому и прятали товар. На изъятые сигареты и автомобили наложен арест. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данным фактам возбуждены четыре административных дела. Мифические воительницы и кубанские красавицы, минотавры и роботы – такой творческий симбиоз из традиций культур и легенд можно увидеть на выставке художника Сергея Воржева «Амазонки». В Краснодарской галерее «Особняк» открылась персональная экспозиция знаменитого кубанского живописца. В этот раз выставка посвящена прекрасному полу. Героини полотен – загадочные нимфы, древние всадницы и современные валькирии. Всего больше 40 работ разных лет. На территории Кубани был восточный босфор, и очень многие сюжеты мне посвящены этому периоду, периоду античного мира. Это вот собрались вместе юная амазонка, минотавр и два грека. И им всем хорошо. Там, правда, действительно было хорошо. В Кубани было полно рыбы, на полях росла пшеница, рядом были леса, звери, рыба, вода. Ну, короче, был практически рай земной. Выставка приурочена ко дню рождения художника. Поздравить кубанского живописца пришли друзья и коллеги. Посетила экспозицию и вице-губернатор Анна Менькова. Заместитель главы региона пожелала Сергею Воржеву творческого подъема и вдохновения. Я глубоко поражена, на самом деле, вашим творчеством. Вы знаете, мы все же уникальный город с творческой точки зрения. И на самом деле, не зря называют Краснодар культурной столицей. Пусть так и будет, пусть это сохраняется, чтобы побольше у нас открывалось подобного рода галерей, чтобы у нас побольше становилось меценатов, которые заинтересованы сегодня в развитии искусства, которые поддерживают сегодня наших творцов. Сергей Воржев – один из самых известных кубанских живописцев. Его картины представлены не только в российских музеях, но и в частных коллекциях за рубежом. Творчество художника ценят во Франции, Италии, Австрии, Германии, США, Японии, Канаде, Сингапуре. 23 февраля могло бы исполниться 75 лет народному артисту СССР Олегу Янковскому. Последний аристократ российского кино. Так его называли коллеги и поклонники. Вернее, называют. Об Олеге Янковском невозможно говорить в прошедшем времени, ведь человек жив, пока жива память о нем. А Янковский плюс ко всему оставил о себе на добрую память десятки ролей в фильмах, один из которых в 81-м году снимали в Сочи. Кадры этого фильма до сих пор хранятся в архиве телекомпании ФКТ. 81-й год. Сочи. Мосфильм снимает на курорте художественный фильм «Шляпа». В главной роли Олег Янковский. На кадрах фестивальны, где и проходили основные действия. Янковский играл известного трубача и по сценарию давал концерт в сочинском концертном зале. Вообще Янковского с Сочи связывало многое. Целых 11 лет он был бессменным президентом кинотавра. С 1993 по 2004 год. К слову, тогда кинофестиваль был международным, и Олег Янковский привлекал в Сочи сотни иностранцев. Еще тогда, в 90-е, он предрекал курорту всемирную популярность, о чем сказал в интервью нашей коллеге, журналисту Тамаре Карташовой. Загружается в Париже чартер, и летят еще 160 журналистов. Это все информация о городе. Я бы хотел, чтобы в Сочи вошел в историю, как город, где замечательный форум, кинофорум, кинопраздник. Я думаю, с годами будет приезжать специально сюда народ, и страны, и за рубежа. Любил Олег Янковский и отдыхать в Сочи. В Сочи? На школе в Сочи. Добавил здоровья, когда я отдыхал здесь. Это бывает редко, в общем. Город очень люблю. Красив, статен, высок, выразителен. Он имел почти гипнотический контроль над залом. Так считали режиссеры. Он много снимался в кино, но считал своим главным театром «Московский ленком», где проработал 35 лет. Вплоть до своей кончины. В честь юбилея народного артиста СССР у зрителей в эти дни появится лишний повод пересмотреть любимые картины с участием Олега Янковского. Обыкновенное чудо, тот самый Мюнг Гаузен. А возможно, кто-то посмотрит шляпу, снятую в городе Сочи. Сразу три всероссийские регаты стартовали сегодня в парусном центре. В них приняли участие как взрослые яхтсмены, так и юноши и девушки до 19 лет. Кубок России в олимпийских классах яхт, Кубок России в классе яхт финн и всероссийские соревнования по парусному спорту «Зимняя ривьера». Такое количество яхт редко спускают на воду одновременно. Ветер мешает натягивать паруса, но участники соревнований спешат. Им сегодня предстоит пройти две дистанции. Возможно, на воде будет сейчас теплее, чем на берегу. Надеемся на это. Прохладненько брызгать будет, но нормально, терпимо. В соревнованиях принимает участие более ста спортсменов из различных регионов России. Яхтсмены будут бороться за звание победителей в своих классах. Всероссийские соревнования «Зимняя ривьера» проводятся среди юношей и девушек от 14 до 19 лет. Ребята, многие впервые приехали в Сочи. Надо отметить, что это наше настоящее национальное достояние страны в области подготовки в зимний период для парусников. В свое время он был построен в 80-м году в Центр парусного спорта. Регаты традиционно проходят под эгидой Всероссийской Федерации парусного спорта. Программа соревнований рассчитана на 5 дней. Сегодня день первый. Сами их смены признаются в любую погоду, готовы бороться как с волнами, так и с соперниками. Боремся со стихией, закаляем свой характер в первую очередь. После моря уже стрессоустойчив и относишься ко всему более-менее спокойно. Награждение и церемония закрытия состоятся в Центре парусного спорта «Югспорт» 27 февраля в 17 часов. Поддержать их сменов могут все желающие. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях. В группах новости «Сочи ФКТ» в Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграм и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...